Всем привет! Меня зовут Артем Бухановский и это кулинарная рубрика «Есть идея». Сегодня мы приготовим с вами замечательный, ароматнейший суп-крем из моркови. И да, он еще будет у нас постный. Итак, нарезаем морковь. Нарезка в этом супе будет произвольная, но чем тоньше вы порежете любой овощ, тем быстрее он приготовится. В частности, морковь, она готовится достаточно долго. Поэтому режем сейчас такими вот тонкими пластиками. Включаем плитку и готовить полностью весь суп мы будем непосредственно в кастрюльке, в которой и будет вариться все. Наливаем оливковое масло и отправляем туда морковь. Пускай уже начинает потихонечку обжариваться и за счет того, что у нас морковь очень долго готовится, мы ее готовим в первую очередь. Первая причина, почему я делаю в кастрюле, чтобы сохранить максимум именно ароматов и вкусов, потому что часть выходит в масло. И чтобы максимум сохранить, все мы готовим в кастрюльке. Ну и плюс меньше мыть посуды. Далее, пока вот сейчас морковь у нас обжаривается, мы нарезаем лучок. Можно полукольцом, можно кубиком, как угодно, потому что это будет в дальнейшем крем-суп. И мы все пробьем блендером. Ну, напоминаю, чем тоньше мы нарежем продукты, тем быстрее они у нас с вами приготовятся. Так, отправляем лучок. Далее, чеснок. У чеснока, если имеется, удаляем сердцевину, которая дает горечь и неприятное послевкусие. И чеснок с вами оставляем прям половинками. Если сейчас положим его измельченным, он достаточно быстро может подгореть. А так он сохранит часть аромата внутри, и когда пробьем блендером, эти все вкусы у нас выйдут наружу. И болгарский перчик. Теперь сверху вниз, идя ножом, слегка по дуге мы вырезаем только нужные части нам. Все семена, белые части остаются у нас в сердцевине, на самом перчике. Вот таким вот образом это выглядит. Смотрите, видите, все чистенько, аккуратненько. И перчик точно так же, произвольно сейчас нарежем кубиком. И отправляем в кастрюльку. На максимальном огне мы сейчас готовим, чтобы овощи у нас все-таки поджаривались, а не тушились. Чтобы у нас натуральные сахара закарамелизировались и появился приятный аромат. В процессе обжаривания можно добавить немного соли совсем. Пускай она повытягивает соки все. И добавим немножко сухого карри. Основную часть карри можно будет добавить уже в самом конце. Где-то тщательно перемешиваем. О, какой ароматик пошел. Вот это да. Теперь добавляем в кастрюлю воду, так, чтобы скрыло все овощи. Все. И оставляем вариться до мягкости овощей. Морковь у нас уже практически сварилась, готова. Если мы ее прижмем лопаточкой, то она у нас ломается достаточно просто. И в этот суп, как правило, вливают сливки. Но у нас суп постный с вами. И мы с вами возьмем миндальное молоко, которое приготовим самостоятельно. Очищенный миндаль. Чтобы его легко очистить, предварительно замочить его на 2-3 часа горячей водой. И кожица легко отходит. Далее вливаем воду. И пробиваем все это с помощью погружного блендера. Чем мельче мы измельчим орех, тем вкуснее будет миндальное молоко. И можно вливать потихоньку еще воды. Миндальное молоко мы с вами уже подготовили. Теперь его нужно процедить. Возьмем мелкой ситой и вливаем туда пюре. И пускай потихонечку процеживается. И займемся супчиком. И теперь с помощью также погружного блендера делаем пюре. Пробиваем до пюреобразного состояния. Чем мельче мы измельчим, тем нежнее получится суп. Так, отлично. И тем временем у нас уже готово миндальное молочко. Вливаем его в суп и капельку оставим для украшения. Все, пробиваем дальше. Так, вот и готово. И можно наливать морковный суп в тарелку. Сверху поливаем капельками оставшегося миндального молока. И украшаем веточками петрушки. Нежнейший пряный суп-крем из моркови с миндальным молочком, которое, кстати, мы приготовили самостоятельно, уже полностью готово. Вам я желаю только приятного аппетита. Также не забывайте подписываться на наши социальные сети. И до скорых встреч в новых рубриках. Есть идея. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»